Мне же телефон там остался, а он сейчас зазвонит, блин, не вовремя. А по поводу штанов, ты знаешь, как обычно, при каких-нибудь там ночевак, потому что, например, подходит, ну, не знаю, че, он, блядь, пьяный или че-то какой-то, там, полумент в одной компании, ему просто хотелось доебаться, че-то, просто, там, понятно, что сильно не доебешься, я говорю, ну, а шо, смотри. Давайте парни софта сделаем, давай софта. Говорю, у меня, говорю, член большой, понимаешь, но тебе это незнакомо, так что не переживай, ну, как, в селфачину, да? Да, мы давно с детством уже не фотографировали, у нас, правда, хуже фотографий, там, горищины. Да, да, какие-то. Да, застыньте, да? Это сегодня ты меня? Я видел сегодня, я люблю такие моменты. Прикольщики от обновленного. Да, 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 Алексей. Вот такой вопрос, каково ощущать себя родимым человеком, вот родищик? Я, ты подозреваю, что ты работаешь не только ради денег, правильно? Взагалі на роди, не за роди. Ну, я не знаю, что-то, я так-то замысливаю, что там, родищик, не родищик. Мне подобается, это главное, я вважаю, что, якщо тобі подобается то, шо ти робиш, то це главное. Андрюха, у тебя классный украинский, ты так круто научился говорить, но в Эстонии у нас не все понимают. А, все, ладно, все. Мы можем сделать второй вариант, ты говоришь на украинском, а я на русском переводню. А я на русском переводню, а я потом че уже повторяю. Ладно, давай тогда передову. Да, ну так вот скажи, ты работаешь, наверное, не только ради денег, это же какой-то кайф тебе приносит, правильно? Ну, конечно, конечно, это удовольствие, я считаю, вообще работа, любая работа, любое занятие, которое тебе не приносит удовольствия, смысл этим заниматься нет. У меня же, знаешь, как бы смысл, как говорит мой папа, всех денег не заработаешь, и смысл делать что-то ради денег, вот исключительно ради денег, мне приятно, когда тебе платят, это в вопросах. Хобби, которое приносит деньги, это вообще лучшая работа. Нет, но есть люди, они работают и дворыми тут, это не значит, что им приносит удовольствие, это ради денег. А ну, кто знает, слушай, может люди философские какие-то, может, откуда ты знаешь, что вдушил дворника? Да, действительно, что вдушил дворник, это будет темой нашей следующей. А многие дворниками работали, и кочегарами, как я вспомнил, да? Да, да, они мили себе двор, сочиняли тексты, покидал немножко уголька, поиграл, чуть-чуть размялся, и в итоге стал звездой. Даже Сергей Пенкин, насколько я помню, работал дворниками. Не надо сейчас камеру треснуть, а что? Да, а почему ты о Пенкине сейчас заговорил, кстати? Потому что он работал дворником, не более того. Ну, конечно, сейчас можно и так отмазаться. Работал, вот Шварценеггер дворником, я бы сказал, я бы сказал. Ну, посмотри, вот Шварценеггер. Ага, поделитесь, идем. Давай, давай. Вот видишь, у вас что-то роднит, я, насколько я вижу. Ты рокер, и вот, харддрок. А он хардрокер. Я правда? Есть сеть хардрокер по всему миру. У меня просто есть такая штука, я собираю футболки. Мне вот это с Гавайев привезли. Прямо с Гавайев? Да, да. У меня брат был из Гавайев, он мне привез сеть кафе, вот это их хардрокер. Или из Гавайев, не знаю, короче. Ну, как вообще, с Гонолулу. Гонолулу, Гонолулу, это Гавайев. Слышишь, когда в русском произношении Гонолулу. Гонолулу, как Гондурас. Гонолулу, Гондурас. Вольксваген Пассад. Гонолулу. Слушай, а вот такой вопрос тебе сказать, что телевизионщики или киношники, да? Это люди узнаваемые, коли они там уже каким-то образом где-то засветились или что-то в этом роде. Узнают ли тебя как родищика, например, по голосу? Вот это вот, где же голос, в принципе, тембр у тебя специфический. Давай, чтобы меня не обижать. А хотел бы ты сейчас шарапов с супчиками, да, с бодрожками. Да, да, да. Даю тебе так? Не, не, не. Ну, слушай, ну, я не знаю. Во-первых, я не так давно здесь работал, наверное, на радио. Еще годы не прошло. Во-вторых, ну, не знаю. Я как-то не гнился, слушай, популярность, это такая немалютная штука вообще. Как говорил Владимир, герой, привет. Мне, типа, не нужна популярность, мне нужен титул в деньги. Я знал, насколько это все психотично, и гоняться за популярность, я считаю, вообще не стоит. Ну, то есть, ну, зачем? Популярность и не популярность. У нас на Дрюху главный герой. А, вот так вот, да, еще и все сразу же. Вот, поэтому я где-то не стыдлюсь. Нет, все равно, блин. Помните, загорочки. Давай-то замену. Еще все, знаешь, по бокам-кадру очень хорошо, все в черном. Бэк-эн-блэд в CBC, уже в черном. Вот, так что, ну, не знаю, я не стыдлюсь. Нет, это было бы приятно, конечно. Люди, которые говорят... Здравствуйте. Здравствуйте. Отлично. Добавили движухи. Это как его, реализинг? Да, реализинг. Вы можете сейчас в конце так. Не перегибайте, нормально. Меня вот удивляют люди, которые говорят, знаешь, не повырали. Ну, я слышал часто от людей, типа, вот, мне так надоело что-то, потому что меня узнают. Ну, это ерунда, по-моему. Это не лукавят немного. Лукавят, конечно. Я думаю, что они не немного лукавят, а лукавят. Это кокетство. Да, это, конечно. Поэтому я считаю, нет, ну, хорошо, конечно, приятно. Конечно, приятно. Понимаешь, я всегда говорю о том, что популярность, особенно в нашей действительности, она помогает решать бытовые проблемы. То есть, если, допустим, ты непопулярен, просто идешь где-то, тебе могут нахамить, там, тебя могут накричать. У каждой популярности, знаешь, есть две стороны. Особенно, если ты там где-то, знаешь, тебе кто-то нахамил, ты ответил на хамство, я считаю, надо отвечать. Но адекватно, естественно. По-ебуду дать. Аперкот небольшой. Так ты заменил это слово. Я тебе буду знать. Дам-ка, я тебе аппер-бот. Дам! Вот. Поэтому, как бы, и понимаешь, человек, который, я не знаю, мне даже снимет, он скажет, что вот, смотрите. Люди же не видят всего, как в нашей картине. Не видят какую-то часть. Если человек вот эту часть видел, будет тоже. Я же говорю, у всего есть две стороны. Ну, хорошо. Вот ты говоришь, я не стремлюсь к популярности. А почему ты не стремишься к популярности? А зачем? Опять-таки, лишние няшки. Лишние няшки. Ты сейчас Пенкина опять исполкнул, или что? Пенкин, он красной линией сегодня будет чувствовать. Нет, я скажу, что этот. Не, ну, как бы, не то, чтобы я не стремился к популярности. Нет, мне хочется, конечно, чтобы была какая-то популярность. Опять же, для того, чтобы там где-то себя реализовать. Не для того, чтобы популярность, а не популярность, это плохо. А популярность для того, чтобы что-то реализовать, это нормально абсолютно. У нас, кстати, уже в истории с этим очень круто. То есть... У вас 10 человек популярных на страну? Да до херена он популярный. Я один из них. Нет, смотри. У нас очень нормально в этом случае ситуация. Нет, ты зря пригибаешься. У нас же здесь не бомбежка. У нас многие знают наших популярных людей, да? Но никто не побежит, не будет вверх. Вот это менталитет. То есть это нормально совершенно. И при этом как бы уважаете себя и уважаете его. Никто не будет задавать лишние вопросы. То есть, но при этом никто не будет себя чувствовать так, что вот типа звезда, ты куда ж мне свои руки делаешь, понимаешь? Нормально все. Нет, я считаю, я считаю, что это очень правильно, потому что когда вот, ну, подбегают и начинают по небрасу, знаешь? Я понимаю прекрасно людей, которые популярны. Которые говорят, ну, вот, ребята, я устал, я там вторичневаться не буду. О, звезда, тролевая. Ну, это как раз обратная сторона вот той популярности, которую не надо делать. Потому что вот такие люди, которые так говорят, став каким-то образом популярным, они ведут себя точно так же. Я не буду сниматься. Нет. Почему здесь нет салфеток? Почему здесь нет минеральной воды, которую я люблю, понимаешь? Здесь надо говорить тихо. Да, здесь, ребят, здесь радио. У меня мой пепческий баритон вырывается. Вот, я тебе скажу, нет, ситуации бывают всякие абсолютно, все живые люди. Каждый, ну, что ты после концерта не устаешь? Ну, как бы, ну, не совсем устаешь. Ну, я имею в виду, ты же, ну, не эффективно. Я понимаю, я понимаю. А вот ты измотан, ну, слушай, ты же энергетикой давишь, я же видел. Энергия, ты же потом ее неоткуда брать после концерта. Вот и внутренне опустошен, если хорошее такое словосочетание. Ну, потому что ты же отдаешь энергию. И потом тебя надо подожжать. Но смотри, сейчас ты немножко говоришь о другом. Ты говоришь о нормальной, житейской, как бы, усталости. Не то, что ты устал от публики, ты просто устал как человек. Я знаю, вот я вот. Ты хотел, допустим, выделить лицо, там, я не знаю, хотел прополоскать рот, хотел выпить чай. Вот в этом смысле ты говоришь о, ребят, ну, вот дайте тебя на 10 минут. Вопросов нет, конечно. Я согласен, и вот те люди, которые мне нравятся, простота вообще не сразу. А так и должны быть. А как иначе, Андрей, ты, ты именно нормальный человек, извиняюсь, или непростой, понимаешь? Ну, вот пока я считаю, что это такая латбусовая бумажка, вот звездная. Да, популярность. Популярность и деньги. Вот когда у человека, вот если человек нормальный, и внутренний он нормальный, гармоничный, то вот эта популярность, они не могут сказать. Знаешь, с чем это здесь, я вот лично спорту, вот в Украине. Я боюсь, что это беда постсоветских стран у многих. То есть, как бы, люди стремятся к популярности, они стремятся к западу, они хотят быть такими, как в Европе, но они вот чувствуют, ментально недоросли. Однажды мы выступали на концерте. И перед тем, как представить группу, а я очень горд, что у меня в группе играют два украинца, потому что они играют так. Это, кстати, вот один из них Миша Новиков, он здесь работает каким-то техническим, то ли редактором, то ли директором на телевидении в этом же доме. Вот. А второй Антон Иваныгин, гитарист, а Миша Новиков, бароманчик. И как-то я представлял группу свою. Я говорю, что, ребят, нам повезло, я раньше, я сам из Эстонии, у меня была группа, мы много где ездили, много где выступали. И нам повезло с группой, действительно повезло, потому что мы официально, не то что случайно оказались там где-то на фестивале, на 3-й день выступали, мы официально разогревали Death Leopard, Wasp официально, Judas Priest. Причем Wasp мы разогревали в России, казалось бы, мало там своих групп, они приехали в Питер, и здесь позвали нас. И Judas Priest мы тоже официально разогревали. Я просто об этом сказал. А сейчас у меня работают украинцы, которые круче моих эстонцев, хотя мои эстонцы были очень крутыми, и мы с ними сделали то, о чем я сказал. И потом я слышу, хвостается, вот, блядь, хвостун нашелся. Понимаешь, летчик какой-нибудь, да, говорит, у меня 10, там, или там 30 тысяч часов на лету. Парашютист говорит, у меня 3000 прыжков. Слесарь говорит, я слесарь, блядь, высшего разряда, я 20 лет точил болванки, сейчас я их точу, и все говорят, молодец. Как ты скажешь, что ты выступал с Death Leopard? Та-а-а, блядь. Да-да, не, я представляю, я знаю, интересный факт, что... У нас в Украине, у нас, и где-то там в Филляндии, мне, американцы, которые, допустим, с нами там работали, или пытаются работать, они говорят, что действительно, что мы выступали, это круто, поздравляем, у нас многие звезды из такого не могут. Ты понимаешь, я бы не облажали сразу. Не-не-не, тут, понятно, что дело не в том, там, украина, уроды есть везде. Вот, вот, честно. Согласен. Да. Но у нас, если уроды, они скромно молчат, они, потому что не понимаешь, но у них поздно, как уродов. У вас же, знаешь, вот, ну, вот, если брать, там, Прибалтику и скандинавские страны, холло, блин, немножко внешне холло, вот эти холло. Внешне, это совершенно правильно. Да, потому что внутренне там огонь, я знаю, что. Бывают прецеденты, у меня знакомые есть, девочки, с Прибалтики, вот. И поэтому, вот эта сдержанность внешняя, это же, опять же, ну, некий менталитет, тут ничего не сделаешь. И, опять же, давай не забывать, что даже в Советском Союзе Прибалтика, она все равно считала себя как об страной. Вот такой страной. Особенно Эстония, заметь, даже до Латвии, как он это писал. Да, да. Что ни Латвия, ни Литва. Причем, ты заметь, что в советских фильмах всех американцев, или там, западных ребят, играли прибалтийские актеры. Конечно. Потому что какой-нибудь, я не знаю, не буду называть его. Немцев играли. Да, либо фашистов, вообще. Либо западных товарищей. Причем, вот я недавно, мы с товарищем думали, знаешь, как показывали в Советском Союзе какой-нибудь ночной клуб Америки. Понимаешь, задумался? Во-первых, пиво из баночек. Мартини вся пива. Мартини, как в Мальбу. И обязательно, да, Мальбу это признак, доставка почему-то. Вообще, неоновые вывески, неоновые вывески, пиво из баночек. И, внимание, и всегда пойдет какой-то темнокожек. Всегда, всегда. И в советских фильмах это был признак. Или переносит официант. Или, да, да, чтобы это четко почеркнуть, да, вот это все. А на телевизорах в баре, которые висят, должны идти какие-то рекламные ролики со зрителями. Вообще, рекламные ролики вообще, в принципе, должны идти. Да, по-любому. Да, потому что в советских фильмах не божили. Ага, у нас в Таллине, именно в Таллине, не во всей Эстонии, а в Таллине, всегда показывало финское телевидение. Потому что через залив 6... Ну, там, да. Да, и мы ставили на телевизор приставку, я еще помню, 25 рублей она стоила. И весь Таллин всегда смотрел. Я на этом вырос. Поэтому, понимаешь, чем ближе к Западу, тем менталитет, ну, больше, менее совковый. К сожалению, у нас, в нашей стране, больше, если брать Западную Украину, они тоже очень близко были к Польше, пусть там Польша была, по-советски, неважно, но все равно это была какая-то Европа, да. И поэтому там люди тоже другие. А вот, опять же, нельзя разделять, там, вот тут хорошее, тут я свою страну не делю. Вообще. Конечно, нет. Те люди, которые делят страну, они уроды. Вот. Поэтому, как, везде есть, везде есть придурки. Вот везде. Я, кстати, сказал про это не потому, что я же в Украине сижу, потому что мне здесь нравится. Потому что мне нравится дух страны, и Украина, у меня все-таки, и супруга, и, везде, да. То есть, я не сказал, что в сервисе там какие-то, я сказал, что находятся мудаки, которые, говоря о популярности, да, они начинают проецировать эту популярность твою, как бы через себя, понимаешь? У них уродский, знаешь, как кривое зеркало, да? Посмотрелся к нему, и все вокруг кривые, понимаешь? А зато кривой-то он, смотри, да. Ну, поэтому вот люди, которые пытаются как-то за счет популярности другого человека как-то выехать, там, из серии, там, вот это... Это, короче, мой друг, блядь. Понятно? Конечно. Только не души, я выезжаю, выезжаю. Поэтому, ну, я же говорю, каждый день, тут ничего не скажешь. Вот, продолжая тему Украины, знаешь, что хотелось спросить? Спасибо. Относительно, да, ну, кому, как не мне это известно, ты перешел на украинский язык. Андрей, к вашему сведению, до этого разговаривал исключительно на русском языке, и, насколько я помню, это даже было для тебя какой-то определенной работой проблемой, по-моему, да? И вот, по-моему, ты сейчас, ты сейчас не москаль, насколько хорошо говорил по-русски, да? Ты москалик, да? Своей фамилией вряд ли так нужно. Да. Не, ну, как бы, не, я бы что-то неудовался. Почему? Есть Матвеенко, например, в России. Ну, и дома. В России тоже много. Ну, это, да. Нет, ну, в чем шоу-бизнесе тоже. Не только в политике. Так вот, собственно, вопрос, на чем заключался? Насколько сложно тебе дался переход на украинскую могу? Украинскую могу? Да. Так, да, я одна на русском. Я, я к тому, что, ну, первое время было очень тяжело, конечно. Но, я же занимался тогда Богом, как бы, у меня был преподаватель, преподавательница, как можно так сказать. Мы с ней занимались три раза в неделю. И поэтому, ну, у меня сейчас, я не скажу, что мне сейчас там легче стало. Ну, я, ну, я стараюсь как можно больше говорить на украинском языке. Я читаю на украинском языке. Я учу стихи современные украинские. Я слушаю сейчас исключительно, стараюсь слушать исключительно на украинскую музыку. Поэтому, ну, как бы, это здорово. Я считаю, это очень правильно. Я считаю, если ты живешь в стране и не знаешь родной язык, это не очень хорошо. Навка выражается. Совершенно верно. Вот здесь маленькое уточнение. Я расширю вопрос. Это была лично твоя инициатива или инициатива с этих руководствами? Дело в том, что, я тебе скажу, у меня руководство, никто меня не заставлял. Знаешь, там, типа, вот, давай ты будешь говорить в эфире на украинском языке. Нет. Просто, ну, как бы... То тебе был дан как благ своего рода, что ты единственный русскоязычный бедуш? Ну, изначально, когда я пришел, да, я был единственным русскоязычным бедушом. Ну, это не значит, что, знаешь, русский язык, это не значит, что там кто-то меньше, кто-то больше. Я вообще не знаю, это вот, вот, ты на украинском, ты больше, а я на русском, где меньше. Так вот и дело. Дело в том, что, нет, я считаю, что это очень правильно. Я считаю, что вообще медийное пространство должно перейти на украинский язык. То есть полностью. А у вас сейчас тут только украинские языки? Нет, нет, нет. У нас, да, вот, у нас полностью, у нас нет русской музыки. Например, смотри, я к чему. У нас очень жестко в свое время, особенно после перехода к свободе, да, стоял то же самое, язык государственный, эстонский, как бы, и русский. Но исторически сложилось так, именно исторически, что у нас 40% русских живет, понимаешь? Никуда от этого не деться. И это получилось не вчера. И эти русские, которые там, они не просто потому, что уроды не хотят учить, как бы, русский язык. Ну, потому что, знаешь, 50 лет все-таки история была в составе. Вот, но у нас есть чисто русские радиостанции, у нас есть государственный телеканал, ну, в составе, как бы, там есть, несколько передачи не делают в составе эстонского телевидения на русском языке. И, в общем-то, так вопрос не стоит. Но у нас нет, смотри. Что совсем запретить. Нет, никто, я не говорил запретить. Я считаю, что запретить, вот, это было в 17-м году, когда все, по запрещать. Ну, так это как раз последствия 17-го года, вот сейчас, да, происходит. Я не против того, чтобы запрещать, ну, то есть, вернее, против того, чтобы запрещать, что я заговорился. Нет, ты не заговорился. Да, да, это по Фрейду. По Фрейду ты специально сказал, да, это ты сейчас выкручиваешься. Чтобы запретить, да. Нет, я к тому же скажу, что, ну, смотри, у вас все государственные, у вас же нету, у вас сейм называется, да, парламент? Насколько я помню, или так. Нет, не сейм, Ригникову. Ригову государство. Там сколько их говорить на русском языке? Конечно. Да? И русский там сидят, все. У нас просто, смотри, у нас три степени языка. Первая, самая простая. Первую степень языка освоит даже взято. И она уже по этой степени, ты получаешь гражданство. И то, что там люди говорят, вот нам не дают, это все хуйня. Они не хотят учить. Вот. Эту простую. Есть вторая стадия языка, то есть, ну, по которой ты должен знать, поскольку ты должен работать где-то, допустим, в магазинах или на каких-то производствах. То есть, ты должен общаться на этом уровне, потому что, ну, есть производственные моменты. Это просто жизненные, ты должен объяснить. И есть третья степень языка, которая, в принципе, не так сильно и отличается выше. И, зная ее, издавая экзамены, ты можешь работать в органах управления. Практически, живя в Эстонии, не выучить язык, если ты хочешь еще баллотироваться, это сложно не выучить. Ну, безусловно. В русском и украинском он тоже отличается. Но не так сильно. Не так сильно. То есть, и слонский совершенно другой язык, чем русский. Да, во-первых, там латиница, как минимум. Поэтому, я считаю, что человек, ну, знать, ну, родной язык, это правильно. Я, например, сейчас полностью украинский понимаю. Единственное, что я, может быть, не говорю, но... Но это пока. Ну, да. Нет, ну, а почему будет следующее с ним? Да, но когда я приехал в Украину, я точно понимал. Вот как в этом фильме, о чем говорят мужчины. То есть, как бы там чуваку казалось, что он знает украинский, как только чуть-чуть более глубже он коснулся, оказывается, я не знаю. Вот так же и я. Но потихонечку я привык. Сначала у меня даже вот фонетический украинский язык вызывал, ну, не то, что там неприятие, но я просто оказался в чужой языковой зрели. Нет, это все, да, конечно. А сейчас нормально совершенно, да. То есть, я все понимаю. Вот, я скажу, что, так вот, ты мне задал вопрос по поводу того, что там, да, руководство меня поддержало, но меня, опять же, я еще раз подчеркну, никто не заставлял. Мне не говорили, что типа, вот давайте там, не-не, просто я считаю, что все происходит в нужный момент. Я и трендовость еще очень не приемлю, как бы, типа, знаешь, как вот, я помню, когда первый раз я говорил в вышиванку и прошелся в Киеве, это было достаточно давно, мне вслед там, мне на меня чуть-то не пальцами показывали, и говорили там Украину, да, ну, такое было. Ну, это, видимо, было очень, да? Очень, да, это было достаточно много лет назад. Ну, вот, ну, мне было интересно. Сейчас, как бы, когда, знаешь, слишком, ну, это вот, я не люблю еще шароварщины, понимаешь, вот такие вот все. Когда говорят, там, знаешь, вот Украина, сало, горилка, шармал, ну, что вы. У нас очень большая культура, у нас замечательная, там, литература есть, поэзия. Тем более, что достаточно долгое время, она в Украине, к сожалению, к огромному, не было хороших, ну, достойных, много хороших писателей и поэтов. Ну, а если и были, многие уезжали все-таки в Москву. Так сложилось, что все, как бы, русскоязычное пространство, да, все-таки стекается в больших столицах. То есть русскоязычные представители, ну, скажем, славяноязычные. Ну, все-таки Россия была большая империя, да? Ну, да. И в столицах все-таки... Ну, вот, я приведу пример, вот мой отец, он из Житомирской области, он учился в украинской школе. Когда он поступил в военное училище, он пришлось переучиваться на русский. Да, потому что тогда, тогда, в то время, как бы, и, ну, я к самому стыду не знал украинского языка. Я сейчас не скажу, что я вот там доскода нужна, но я хоть могу достаточно свободно рассказать. Слушай, Андрей, ну, вот, а не будет ли другого перегиба? Все-таки это музыка. И музыка не может быть только украинской на радиостанции. У нас не только украинская, у нас и западная. Есть? Конечно. Западная есть, достаточно много и хитовых песен. У нас нет русской музыки, ну, российской, неправильно слово русская. Российская, русская, российская, это российская. Да, абсолютно, абсолютно. Российской музыки у нас нет, и я считаю, это очень правильно, потому что страна, которая воюет с моей страной, а у нас сейчас мы находимся в состоянии войны, ну, слушайте, это все равно, что, такой плохой, конечно, аналог, но тем не менее, во время Второй мировой ставить немецкие марши. Ну, у меня такая позиция. Может, она слишком категорична, но я считаю, страна, которая воюет с моей страной, не имеет права ее музыканты, что бы они там ни говорили, они все равно находятся в этой стране. Я говорю, я, может, слишком категоричен, но тем не менее. Поэтому я считаю, это очень правильно. Я считаю неправильным, когда человек из нашей страны, украинский музыкант, едет в Россию с корпоративами, говорит там, что вот мы там братья навек, и потом ставить в ротацию его песни. Ну, это неправильно. Ну, потому что, ну, какие мы там, собственно говоря, уже народственники? Я не знаю, вообще, я эти выборы пропустил, где назначали развив нашим братом. Потому что они обычно считают себя старшими во всем. Почему? Но мы же видим здесь, в Украине, вот я это вижу, что эти артисты, которые бывают там в России, прямо вот сейчас, они здесь анафемии не подвергаются. Со стороны средств массовой информации, со стороны культурных деятелей. Я не могу говорить за всех там, потому что у меня и свое мнение. Вот я считаю, что там неправильно, да, там, особенно человек, который считается медийным каким-то, ему вообще надо следить за тем, что он говорит. И человек, который, и хочется, конечно, на личности переходить. А не переходи. Человек, который говорит о чем-то, находясь в стране, которая воюет с моей страной, и возвышая там ее величие тем более, ну, я считаю, он поступает по меньшей мере неправильно. А вообще он дебил. Ой, дебил, где-то плохое слово. Ну, ты знаешь, я всегда говорю по этому поводу, что вот этот фильм появился, помните, 50 оттенков серого. И сейчас, я просто перефразирую, и сейчас все начинают искать 50 оттенков во всем. Меня учили так, что есть, не бывает маленькой лжи, не бывает маленького воровства, не бывает маленького предательства, не бывает такого, что, ну, это бизнес. Бывает или предательство, или ложь, или какие-то превратные неправильные действия по отношению к тебе или кому-то. Ну, подожди, вот у меня еще. Нельзя искать, что были обстоятельства, которые вынудили меня предать тебя, но при этом мы все равно друзья, потому что, да, я немножечко предал тебя, сейчас мы опять дружим, все прошло, ты забыл, такого нет. Вот такая же ситуация, вот, по этому мне говорят, да, есть такие фразы, типа, вот, они же ездят туда просто деньги зарабатывают. Я знаю огромное количество людей, которые отказались туда ездить, не их зарабатывают. Ну, зарабатывать, ездить, ну, вот, там же люди разные, я согласен, люди разные. Ну, мы воюем с этой страной. Она вела на территорию моей страны, она забрала кусок моей страны. Какое у меня может быть уважение? Опять же, я не говорю, что я не люблю там русских, но нормально. У меня есть знакомые граждане Российской Федерации, которые в том числе здесь живут, вменяемые люди. К сожалению, там их намного меньше, но они тоже есть. Поэтому я не приемлю политику этой страны по отношению ко всему миру, и в частности к моей стране. Это, я считаю, это террор и все остальное, и оккупация, и поэтому... Сейчас на мат перейду. Перейдите, перейдите. Да, не вы. Хочется вот о чем спросить. Об амбициях твоих в рамках, в пределах медиа. Но ты уже обмолвался о том, что ты как бы не стремишься к популярности, но развиваться там надо. Ты же из Квенч выжил, да? Да, да. Выжил из Квенч. Да. Пошути, Андрей. Пошути. Пошути, да, вот это класс. Почему когда строители видят там, знаешь, и говорят, построить что-нибудь, да? Ну-ка, пронеси-ка элегантно шлаком. Не-не-не-не. Вскопани-ка. Вскопани-ка, да, дворник, это позаметай. Накинь-ка цементика тут. И, Гера, понимаешь, не то, чтобы я не стремился к популярности. Популярность поможет, я же говорю, поможет мне каких-то моих реализаций. И в первую очередь в профессиональных. Почему? Потому что каждый может оценить тебя из внешнего источника. Потому что если ты привлекателен как профессионал, тебя слышат. Это совершенно нормально. То есть тебе могут предложить еще что-то. Ты тем самым показываешь, что ты умеешь. Вот как я показываю, как я пою, как актер показывает, как я... И опять же, есть еще такая вот классная штука. Вот мне нравится направленность нашей радиостанции в том числе. Если ты своим примером или примером каких-то людей, в том числе, да, у нас там радио максимум радио успеху. Можешь показать, что каждый, я считаю, что каждый человек вообще на планете Земля, он успешен по-своему. Тот же дворник, он может быть успешным, если он там... Главное там не сидеть в носу, не колупаться, а что-то делать. И если ты вот этот месседж, который ты несешь до какого-то, хотя бы до одного человека в день дойдет, то уже день не зря. Дворник, ах ты ж, сука, я разом убил твой месседж. Да, да. Послал. Так все-таки, об амбийце. Ты как ты себя видишь, может быть, даже не в отдаленной, в ближайшей и в отдаленной перспективе? Ой, слушайте, я так не люблю гадать вот это все. Хорошо, но ты же мечтаешь о чем? Я мечтаю, чтобы был мир. Ну, помнишь, как в кино? Сейчас конкурс, как разумеется, да? А помнишь, как в кино? Ты жизнью своей довольна... Да, да, вполне, да. Не, ну, конечно, я хочу... Не, у меня много всяческих там планов, будем так говорить, реализаций. Но я же говорю, я не хочу загадывать, потому что, как бы, все, естественно, хочется там и кино, и все-все-все-все-все куда-то. Телевизор тоже хочется. Хорошо, я попытаюсь снова-таки расширить вопрос. Ты хочешь стать медийнее? Ну, конечно, это же нормальное желание. Это нормальное желание. Ну, потому что, нет, я, например, знаю людей, достаточно много, которым вот достаточно их вот сегодняшнего положения, говорят, ну, мне нормально, и на пять лет вперед, и на них... Ну, решите, что... Надо всегда, надо всегда к чему-то стремиться. Конечно. Как только ты замер, все, это очень страшно. Знаешь, как вот, когда ты сидишь без работы, у меня будет плохо. Когда ты сидишь без работы, ты к этому очень быстро привыкаешь. Да, да. И вот эта лень, которую надо постоянно привыкнуть, хотя вот... Я тебя очень понимаю. То есть безделие, оно настолько развращает, ты даже не можешь представить, как. То есть ты сначала... Особенно, когда ты давно без дела, ты каждую секунду думаешь, что вот сейчас настанет дело, и я все смогу. А когда дело настает, ты начинаешь думать, бля, я уже забыл, как вовремя приходить, потому что жопу не поднять, и ты начинаешь про себя думать. Но я думаю, что это нормально, люди про себя думают. Как же я докатился до такого? Надо заново как бы себя организовывать, действительно. И еще одно, с другой стороны, тоже, как бы, знаешь, вот, всей работы не переделаешь. Не надо там прям цепляться за 800 тысяч, есть и такие люди, знаешь, они вот туда-туда везде, чтобы они были везде. То есть не потому, что они везде, потому что они популярны, они сами себя везде запихивают. И это не значит, что этот человек профессионал, просто вот он мелькает, 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 заметьте меня, вот я такой-такой-такой. Я считаю, что, может быть, плохо, надо иногда лениться. Это надо, это как бы разгрузка, ты понимаешь? Вот я, все говорят про меня, да, я думаю, вы сами понимаете, что я очень энергичный человек. Да, ну я, наверное, все вы замечаете. Ну так вот, я иногда вот прихожу, буквально вот тупо сижу часа два, знаешь, вот, просто сижу, смотрю, там, телек, может быть, еще в компьютере, знаю, что, ну, это делать, да, ну, я, знаешь, как вот, как чардж какой-то, я вот сижу. Да, послушай, не надо, ты сидишь часа два, мы же в узком, ты стоять не можешь, в узком ритме, смотри, ты меня осматриваешь. Так вот, есть люди, ну, там, знаешь, у кого-то там какие-то, у меня, например, я знаю, что, ну, я скажу, там, наши говорители, я там вкалываю, капец, не знаю, вкалываю и не вкалываю, такое дело. Но есть там момент, знаешь, посидеть там, ну, там, те же два часа, там, поиграться в какую-то игрушку. У тебя мозг освобождается просто. Да, и в этом нет ничего плохого. Потому что люди, я же говорю, ты можешь взвалить на себя очень много, и есть примеры, в том числе среди моих знакомых, которые вот люди на себя взваливали, они какой-то период времени, они это все вывозили, и потом просто человек начинает потихонечку уехать башкой. То есть у него уже кроме работы ничего в голове нет, он не отдыхает, он не проводит время как-то для себя. Для себя тоже надо проводить время. Ну, видишь, это еще зависит от того, насколько ты любишь то, что ты делаешь. Абсолютно согласен. Потому что, когда я, например, делаю свои вещи, я провожу время для себя. Потому что я вот, к счастью, уже довольно давно могу себе позволить делать только то, что я хочу. Даже если я денег где-то не заработаю. Нет, ну, все равно. Бывают, бывали даже периоды, что у меня совсем не было денег, но я все равно не делал чего-то, чего мне не нравится. Потому что через час я кого-нибудь там ебану просто, знаешь. Потому что, ну что я пойду, грядки полот, что ли, например, да, допустим, или, как вот раньше, вагоны разгружать. Ну, опять же, тоже, я много чем занимался, я понял, чем я хочу заниматься, когда у меня стало года 32. Как бы все происходит в нужном мире. А до этого ты стандартно мечтал быть космонавтом? Нет, нет, нет. У меня годам 38 вообще пришло сознание, что я стал более-менее нормально думать. Думать о том, что же я хочу. Не то, чтобы я не знал, что я хочу, но и чтобы было как-то по-детски, знаешь. Это же интересно, с высоты твоих 66 лет. Вот, скажи, пожалуйста, что ты сказал? Я сказал, что я 80-летний, может, вообще что? Я нормально так выгляжу, бля, хожу, уколы себе делаю, а ты, бля, взял и все сказал в камеру. Ты, понимаешь, меньше всего в своей жизни я могу представить этого человека, который делает себе уколы. Жоп, ну делай, а уколы... А ты не нужна информация. Ну, я имею в виду уколы. Я к тому, что это... Ты попал в эфир? Конечно. Дело в том, что, вот если говорить, да, о том, что там лениться-не лениться, опять же, лени, но лень двигатель прогресса вообще. Все вот эти гаджеты, это все для ленивых людей. Но, но надо вот понимать, четко играть, когда лень перерастать в безделье. Вот когда ты бездельничаешь, значит, это грань-няшка. Ну, ты знаешь, Андрей, это все-таки, ну, твое внутреннее, вот, как бы, понимание вот этого, где лень, а где действие. Потому что я не знаю ни одного человека, и, например, себя тоже. Вот если мне нужно делать, и мне интересно, чтобы я сидел и... А я не буду делать, я не буду делать, такого нет. Это нездоровое бюджетное. Да, да, любит. Нет, у Путина есть еще. Ну, не нужно, а он делает. Сталин, хочется... Ну, сейчас... Он был боек, а потом уже все остальное. Он маньяк, я бы так сказал. Ну, для меня, знаешь, вот, если характеризовать этого человека, вот, люди, которые приходят в власть, они делятся на две категории. Люди, которые просто любят власть, вот, как, например, тот же Сталин, да, который просто любил власть, у меня ничего с вами не было. И люди, которые любят власть и деньги. Вот Путин, человек, который любит власть и деньги, по-моему, да, потому что он далеко не бедный человек, хотя нахрена ему надо, не понятно. Ну, смотри, тот же самый Сталин, вот, все говорят, когда Сталин умер, у него осталась шинель, сапог, трубка, только при этом забывают, что ему вся страна принадлежала. Та же ситуация, когда человеку принадлежит вся страна, а при этом у него еще где-то там за границей куча бабла. Ну, то есть, вот это я, вот это да. Ну, на старость. Куда, где она у него будет? Может быть, мы сейчас развенчаем какой-то миф, а может быть, и подтвердим. Я не гей. Мы это, пожалуй, будем заканчивать, да? Потому что у меня он до последних моментов. Да? Не до А. А сейчас планы на меня были на вечер? Нет. Я не готов. Сейчас все может быть. Да? Да. Я перед этим в лифте его пощупал. Так что, в принципе, он... Я просто ехал в лифте. Я никого не знаю. Ну, так что... Так вот, собственно говоря, о чем? Скажи, пожалуйста, вот люди, которые слушают тебя по радио, возможно, да невозможно, а в 80% случаев, они подвержены определенным мифам. Приходит человек, садится к микрофону, у него в голове уже весь креатив, и он начинает балаболить. Скажи, пожалуйста, вот момент... Балаболить. Да, балаболить. У меня в резюме написано. Создает настроение все такое. Конечно. Я лично знаю людей, которые говорят, слушай, вот этот человек спал, ходил, ел, пришел, сел к микрофону, отторопали, получил за это бабло и ушел. Вот это работа. Да, конечно. Я еще больше скажу, и кино же так дождаться. Безусловно. Просто люди собираются без сценария, без эскадровки, берут оператора с улицы и говорят, ну давайте сейчас быстренько снимем за 2 часа полнометражный фильм. Пошел в кадр, он изобразился. Да, мы сейчас снимаем художественное кино. Да, конечно. Я сейчас смонтирую это, потом все. Мы им органировали 4 года. Да. Так вот, слушай, не бывает. Подготовка к эфиру, как он выглядит? Ну, во всех по-разному. Ну, мы готовимся с коллегами. У меня, я считаю, очень хорошие коллеги, мне с ними повезло. И хороший коллектив. Но у вас вообще шутливый какой-то разговор? Ну, развлекательный. Развлекательный. Развлекательный, конечно. И да, мы готовимся к эфиру. То есть не бывает, люди, я вам скажу честно, не бывает, что ты пришел и вот так вот сел и говоришь что-то из головы. Так не бывает. Ну, если вы бухаете, то бывает. Ну, я открою большой секрет, люди в эфире не бухают. Хотя многие думают, что это так. Ну, может, Зебров и подбухивает. Я в Луганске когда-то с ямным. Зебров это у нас есть такой музыкант. Так я и говорю, что он в эфире что ли тоже? Он на рамках идет? Ну, нет. Сейчас это юмор был. Все хорошо? Забыли? Я просто не знаю. Я не месный. Не, я к тому, что все, вот любая, важно показать людям вот эту вот легкость. Так же самое, когда вот люди смотрят в кино, знаешь, делятся люди, в том числе и актеры, верю-не верю. Вот если я смотрю на человека, я не верю ему, то как бы это и актера проблема, и режиссера в том числе, и сценариста, и оператора. Потому что когда я смотрел дно днище, а есть и такой сериал, есть сериал СОБР, ты не видел? СОБР? СОБР, да. Расистный? Да. Понятно. Я не смотрю просто полного времени, а я не смотрю. Я посмотрел 10 минут, а я не выборую теперь эти 10 минут. Там есть все, там гениальная игра актеров, прекрасный сценарий. В игре-то играть с карандашом. Ты не шутишь? Нет, сарказм сейчас, ты шу. Это дно днище. Там есть дно, а потом снизу стучит второй сезон СОБР. Причем, ну вот, вот представь себе, да, СОБР, да, специальный отряд быстрой реагирования. Люди кого-то там кладут в пол и кричат фразы типа, мерзавцы, остановитесь. Негодяи! Ах ты ж негодяи! Да, да, вот приблизительно так, ты сейчас вот написал сериал СОБР. То есть, это настолько дно днище, что, например, я не говорю, что в нашей стране нет плохих серий. Она тоже есть. Это везде есть. Все же зависит, я же говорю, от работы команды. Не бывает, что один там чек на себе все вывозит. Так не бывает нигде. Ну, Игорь, ну хорошо, вот ты готовишься, да? Это надо каждый раз выдумывать какую-то новую тему. Где ты это все черпаешь? Есть интернет, Леша. Ну, это понятно, что интернет. Ну, нужно же как-то подойти к делу действительно интересно. То есть, ты же не делаешь какие-то проходники, правильно? Нет, ну, слушай, ну, я же вменяемый человек, мне уже не 80, конечно, но... Мы же нормально выгляжем, да? Мы же это подчеркиваем, это грубая неприятная месть. Ну, ладно. Нет, ну, я же вменяемый человек, я понимаю, что если человек... Ну, я оцениваю, во-первых, я знаю, какая целевая аудитория, это очень важно. Во-вторых, я оцениваю, что будет, я же продумываю, что будет интересно в той или иной степени. То есть, я не буду рассказывать, что Павло Зебров подстриг себе усы. Потому что кроме Павла Зеброва, это... Он их подпалил. Вот, вот это уже интереснее, наверное. Дело в том, что, нет, ну, есть какие-то новости. Слушай, у нас сейчас столько, особенно в соседней стране, там столько бреда, что просто... И опять же... Ты имеешь в виду Румынию? Естественно. Молдавию? И Венгрию еще. А мы же граничим, мы говорим. Вы же граничите из Польши, кстати. Как раз уж ты сказал мне, это прекрасно. Ну, мы, мы, я уже... Да, Эстония уже граничит цвет греет. Эстония уже граничит с Украиной, понимаешь? Венгрии, знаешь, просто венгрии не знают, что они граничат со стороны. Ну, да, да. Слушай, а вот такой немаловажный момент, который меня лично всегда интересовал. Вот это вот, особенно в утренних шоу, вот это вот веселье, я зачастую, порой натужное. Ты знаешь, мне понравилась такая фраза, когда пришла в интернете. Судя по всему, ведущие утренних шоу неплохо заработают, потому что им хватает на кокаин. Нет, нет, ну это, слушайте, это работа. Ты думаешь, что их несет тогда? Нет, просто, если ты выйдешь в эфир с утра, там, у нас эфир начинается в 6.50. Если ты выйдешь, ну, кому ты нафиг будешь играть? Все такие в 6.50. Поэтому надо, конечно, нести заряд позитивой бодрости. Ну, это просто пораньше ложиться тогда, я не знаю. И потом ты... Конечно, сейчас... Андрюха, ну ты же... Ты же приходишь, когда, вот, особенно, когда ты что-то пишешь, говоришь, все, я дописал, сейчас я ляжу, и мозг такой говорит, ха-ха-ха-ха. Ну, смотри, но ты же все равно знаешь, что ты приходишь на работу, поэтому тебе нужно бодром быть по-любому. Ну, конечно. Ну, это, знаешь, как вот технические усилия. Вот, допустим, мне нужно бежать, или вот я занимался спортом, да, я перехожу в заработок, а у меня только тренер говорит, работай. И работаю, потихонечку вхожу, и как бы так, и так же и здесь. Не, ну, конечно, это все, ну, любая... Я вообще уважаю, у меня нет профессии, кроме депутатов, которые бы я не уважал. Весь, любая профессия, это труд. Совершенно ты прав. Поэтому я не понимаю людей, которые, знаешь, официантов считают за прислугу. Вообще, да. Это просто отношения... К сожалению, вот я заметил, что в Украине много таких людей, которые считают официантов за прислугу. Это же пост, как ты писал, я ненавижу, когда такой официантов обращаются на ты. Слушай, а вот такой вопрос. Вот, а как тебя взяли на радио? По каким критериям берут? Ты пришел, я даю... Возьми тебя на радио. Мой пример, это, конечно, исключение. Вообще... Почему каждый человек не может прийти и устроить радиоведущим утренним по радио? Во-первых, 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 я считаю, что немаловажно, это... Кого нет, было. Это голос. У меня, конечно, голос дороги. Есть, в основном, отбирают, конечно, люди, которые поставлены красиво... Грамотная речь, поставленный голос. Ну, мне кажется, что, в первую очередь, грамотная речь и дикция. Да, согласен. Что значит, что я говорю о том, что через три месяца классной работы твой голос стал узнаваемым, допустим, и от него слушают, если ты соответствуешь. Понятно, но тебе же приятно слушать хороший голос, а не... А если у тебя какой-то космический фальцет, то я сомневаюсь, что... Ну, это ты уже перегибаешь. Дело в том, что нет. Ну, главное, и опять же, умение... Вот я считаю, для медиа людей, для ведущих, очень важен момент импровизации. Потому что... Вот я только хотел сказать... ...столько всего может быть... ...эрудиция какая-то внутри... Конечно, если ты не читаешь, не в курсе всего, то есть, надо быть в курсе всего, мне бы, например, не хотелось слушать много новостей, но так получается, что я должен знать это все, должен себе, в первую очередь. Должен слово, конечно, очень хорошее, но тем не менее. И если ты не в курсе, если ты выпадаешь, к тебе придет какой-то гость, он тебя что-то спросит... Андрей, ну, все равно, вот как тебя конкретно, по каким критериям взяли? Вот ты... Вылочи первый шаг, вот я пришел работать на радио, ты имеешь в виду. Но у меня было... Я тебя звали, Андрей, приходи на радио, приходи на радио. Действительно так и было. Изначально меня позвали с товарищем, как сценариста, но там проект не получился. А потом мне позвали, позвонили и сказали, хочешь попробовать? Я же не работал на радио никогда. Ну, вернее, я работал на интернет-радио, но это я не работал на радио никогда, потому что кроме слушателей меня и коллеги, которые работали на радио, вряд ли там были еще слушатели. И мы все делали неправильно, как я потом узнал, попав на профессиональное радио, на Фермуску, в крупный холл. А почему неправильно, а что неправильно было? Ну, у нас были... Интересно? Не-не-не, есть какие-то, знаешь, это как вот в кино или в операторской работе. Есть какие-то принципы того же, там, монтажа, там, операторской работы. То есть ты же, когда снимаешь, у тебя есть какие-то, ну, каноны, через которые нельзя переступать. Ну, так сейчас они уже давно все перейдены, перешагнуты, все эти каноны, особенно в кино. Да, но если ты будешь, например, в эфир выходить 10 минут, то тебя, как бы, слушать уже... А, но это такие технические моменты. Ну, все равно, это важно. Потому что радио, там, в среднем, человек слушает радио семью. Ты имеешь в виду, что больше, чем 10 минут болтать нельзя? Нет, говорили, никому не интересно уже вообще. Ну, то есть, есть какие-то, там, ну, опять же, если ты медийный человек, если ты там расскуешь, что, там, я не знаю, у нас есть вот такой, Лос-Подоревянский, он слушать можно бесконечно. Или Горбунова того же, он можно слушать бесконечно. Алексей? Да. Да. Ну, у нас один Горбунов. Ну, и у вас два. Ну, второй, второй есть. Ну, ты знаешь, вот, лично я здесь с тобой не совсем согласен. Почему? Я, например, люблю, особенно, ну, может быть, потому что я музыкант, или много человек, занимавшийся музыкой, как раз хорошее разговорное радио. Безусловно, оно должно перемежаться музыкой чем-то еще. Что, понимаешь? Ну, блин, просто музыка, и пару слов предварительных песен у меня надоело. Не пару слов, смотри, ну, опять же, есть же статистика. А то же не просто, знаешь, вот, мне что нравится у нас в лондинге, не берется откуда-то вот это все сделано. А кто вас, кстати, слушает, вот ваш максимум? Целевая, как раз? У нас... Сколько им лет? Ну, вот, от 28 и в плюс. Вот я хотел тебя спросить, вот ты сидишь в эфире, есть обратная связь? Потому что, как обычно проводят опрос? Позвонили кому-то, спросили... Не, конечно, там уже пишут люди. Нам пишут, да? И вот, типа, этот опрос правильный, мы сделаем так. Не, не, пишут, пишут, не, говорят, вот, особенно, когда я перешел на украинский язык в эфире, прям... Очень, мне что понравилось, поддержка была просто с удовольствием. А-а-а, так, слушай, там было девки стояли внизу с цветами? Да. Я понял, кого они тебя ждали. А-а-а, слушай, да? Вы только цветы заметили? И девок тоже с ними. Ну. А что еще? А то, что они были голые. Так уже холодно. А-а-а-а, слишком красивые зубырь были. Ну и вот, возраст, Леша, возраст. Так вот, еще вопрос, кстати, по поводу украинского языка, перехода на украинский язык. Хорошо, вот ты говоришь, люди пишут, люди довольны, все такое. Не потеряли ли вы русскоязычную аудиторию? Нет. С окончательным переходом тебя? А-а-а, абсолютно не потеряли. А-а-а, конечно. Я же говорю, у нас языки, ну, не раздаются. Да даже и я понимаю, вы уже украинский. Вот, вот пример. А что же люди, которые здесь живут и выросли? Конечно, и те люди, которые считают, что Россия будет. Ну, пусть они себе там сушечку. У меня другое к этому отношение. Я считаю, что у нас государственный язык украинский. И родной язык, если уже ты такой лентяй и дебил. Что ты дебил мне смотришь, это ситуация? Нормально. Ну, это типа диагноз, поэтому... Деградант можно назвать. Да, деградант. Критин, кстати. Да, то кретинизм, оно тоже болеет. И теперь он меня называет кретин, потому что я всех критикую. Да, да, да. А, в этом случае. Вот, и, короче, я считаю, что... Люди, которые, ну, считают, хотя бы понимают. Ну, вообще-то это учить, конечно. Это я большой лентяй. И неправильно, конечно, что я там в столь уже не 15-летнем возрасте занялся. Но, опять же, трендовость. Типа, вот давайте сейчас все. Ну, давайте как-то делать что-то. Нет, вот я же не скажу, что мне все нравится. Например, мне какой-то момент не очень было приятно, будем так говорить. Ну, у меня резво. Когда начали переводить старые мультики и дубляжа. Ой, да. Это... Сделайте что-то свое хорошее. У нас же потрясаешь... Вот сейчас, например, у меня коллега Аната Аравинько. Она потрясающий актер дубляжа. Потрясающий. Это я сейчас в помощь. Она... Я слышал просто... Ну, кому как не... Ну, я считаю, что украинский дубляж... Помнишь, когда тоже там это вводили? Типа, вот, будет фигня. Здравствуйте. Ваши резервы? Нет, нет. Там, который трезуб? А, да, в Донецке. А, он профессиональный послал. Нет ли мусора? Нет ли мусора? Так вот, я тебе скажу, что... Когда вот, я помню, когда только переходили на полосу украинского дубляжа. Вот, что это будет. Сейчас, я считаю, что украинский дубляж намного лучше российского. И я бы, например, оставил где-то какой-то телетеатр. Пусть там, ну, российский этот дубляж идет. Ну, только там пусть подороже идет. Ну, вот, почему? Ну, хотите смотреть. Сейчас я стараюсь смотреть, ну, во-первых, потому что я изучаю язык. Я стараюсь как можно больше на украинском посмотреть. И я сравниваю. Вот, что далеко ходить? Я никогда не читал Гарри Поттера. Я читаю сейчас Гарри Поттера на украинском языке. Это кайф. Это настолько классно переведено. Причем я удивился, почему они сделали по этому переводу. Что я даже представляю Гарри Поттера в вышиванке. Постоянно. О-о-о-о-о, как ты сейчас. Да, ты терминатора в вышиванке. Да, терминатора в вышиванке. Да, терминатора в вышиванке. Он же, знаешь, когда вот так вот делал, там сало еще внизу было. Вот. Короче. Сгиндал Украина рассказывал. Так вот. Расплавливаем сайд. Ой, по-моему, расплавливаем сайд. Да, да. Многие российские Смит, а ты по-моему, как говоришь. Шкварчао. А, я думал, мы разговаривали сайд. Конечно. Все довольны. Еще секунду, и он бы сказал, где ты находишься. Так вот. Я тебе скажу просто по поводу, опять же, перевода. Тут начальник мой пришел и послал по делу. Ну, да. И мне нравится, мне очень нравится. Потому что то, как переведет, очень хорошая адаптация. И у нас богатый язык. И поэтому говорить. И у нас, знаешь, есть, опять же, крайности. Я крайностей не приемлю. Вот когда, например, русский сериал, я иногда смотрю, переводят «Счастливы вместе» с русского на украинский. Да, нет, ну, это тоже бред. Все фигово, когда, допустим, старые фильмы, там, с Вячеславом Тихоновым, с Арменом Джагарханян, переводят украинский язык. Нет, я что. Если я не слушаю, давайте титры, и все пусть. У нас, кстати, в Эстонии так. У нас, в кинотеатрах так. В Эстонии кинотеатры два перевода идет. Оригинальный язык и идут титры. Ну, тут, понимаешь, как бы, опять же, в связи с определенными событиями, я, как бы, вообще считаю, что можно меньше от него все убрать. И надо, наконец-то, у нас, наконец-то, знаешь, как бы, не было бы счастья, это несчастье, примерно. Так, как часто бывает? Наконец-то у нас стало сниматься кино. Пусть там процентов вот этого кино, 10 хорошего, в лучшем фильме. Да ничего. Но это же нормально, да. Это же нормально, да. Но это же там, Москва не сразу строилась, она же сгорала постепенно. Ну, вот, поэтому... А Киев, мать городов русских? Ну, это вот там, они, ой, слушай, я тут почитал, это прям, вообще, очень интересно, что они там считают. Оказывается, ну, знаешь, ну, это исторический факт. Илья Муромец, он похоронен у нас в Лавре, ну, прототип. Ну, а сейчас ребята в РФ заявляют, что Муром под Ростов. Ты знал? Слушайте, хотите, я вон в Киеве, пацаны, на самом деле. Илья Муромец, эстонец. Знаешь, как? Почему? Ильмар, Муромец. Илья Муромец. Ты понимаешь? Нет, что, что, что? Альёша. Нет, в Эстонии, вот, кстати, вот в Прибалтике, опять же, в Эстонии, у них нет такого типа, мы сейчас все тут. Ну, как, вот, менталитет РФ, да? Мы вообще всем раздадим. Маленькая сторона просто. Небольшая. Маленькая, это Лихтенштейн. Согласен. А там, в Эстонию, сколько Лихтенштейнов войдет, они думают, что. Но интервьюет такого действительно. Не, ну, это опять же, я тебе говорю, это северные народы. Это вот, ну, если ты возьмешь, вот, почему, например, мне рассказывали, Финляндию, очень любили приезжать западные звезды, потому что ни один финн не подойдет к человеку, который отдыхает, это просто не автограф. Они считают, что человек отдыхает. И это, как бы, ну... Ну, смотри, я всегда говорю о том, что вот было, помнишь, исторически, великое княжество литовское. Ведь они же, вот, скажем, эстонцы, ну, в гораздо меньшей степени чувствуют себя какими-то богатырями, завоевателями. Литовцы же, они очень долгое время держали шишку по всей Европе. То есть они отвоевывали территорию и у России, ну, скажем так, и Польши, и тому подобное. Тем не менее, они сейчас маленькая прибалтийская страна и без амбиции завоевателей. Смотри, я тебе приведу хороший пример. Монголия. Монголия.